Новый современный большой спортивный комплекс Ворослякова скоро заработает на полную мощность. На стадии завершения работы по строительству здесь многофункциональные детские площадки, ее создание и инициатива жителей. Ход строительства нового объекта проверили депутаты Мурманского горсовета. Большой многофункциональный стадион Ворослякова – еще одна гордость Мурманска. Здесь все продумано до мелочей. Эффективно заниматься спортом могут северяне всех возрастов. И главное, каждый из них найдет развлечение по вкусу. Строители учли все пожелания. И за несколько лет создали на пустыре большое футбольное поле, каток, поле для мини-футбола, для стритбола и других командных видов спорта. Турники и брусья, уличные тренажеры, беговые дорожки, которые зимой превращаются в лыжню. А совсем скоро на этой территории появится и современная детская спортивная площадка. Это просто большое счастье и большие возможности для жителей этого микрорайона. Но было понятно, что у нас не охвачена одна категория мурманчан, самые юные мурманчане. А, как известно, привитие здорового образа жизни начинается с самых молодых ногтей. И вот сейчас мы наблюдаем то, как строится комплекс для дошкольников. Здесь можно будет развивать такие качества, как ловкость, гибкость и, самое главное, координация движений. Поэтому горки, карусели, все снаряды, которые здесь поставлены, они совершенно не случайны. Первоначально спортивного комплекса для детей в плане стадиона не было. Но по завершении строительства осталось свободное место. Как его использовать, спросили у местных жителей. Росляковцы большинством проголосовали за детскую площадку с малыми архитектурными формами. И вот работы близятся к завершению. Работы выполнены качественно, так же, как и на всем этом соревновании. Поэтому, я думаю, все как положено, приедем скоро на детской площадке торжественной. И увидим, что эта зона отдыха, эта спортивная зона, пополнится еще одним объектом. На территории учебных заведений игровые, спортивные, многофункциональные комплексы обустраивают с 2011 года. Ими активно пользуются не только школьники, но и все жители микрорайонов. На данный момент на базе школы-гимназии города таких объектов уже 157.